Здравствуйте, мои дорогие! Я Дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 13 августа. И многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Евдокима. Это имя имеет греческое происхождение и переводится как «славный». Небесным покровителем его является праведный Евдоким Каппадокиянин. В IX веке от Рождества Христова жил на земле Каппадокийской праведный Евдоким. Родители его были благочестивы, воспитали сына в любви к ближнему и спасителю нашему. Став взрослым мужем, он дал обет безбрачия и целомудрия, не разговаривал с женщинами и даже не смотрел на них. Позволял общение только с матерью, которую глубоко чтил. За добродетельную жизнь Евдокима назначили правителем Харсианской области. По завету Божьему правил Евдоким мудро и справедливо, заботился о бедняках, сиротах, вдовах. А свои личные подвиги перед Господом он нес в тайне, и были они известны только самому Всевышнему. Только пришла болезнь ко святому. Знал он, что это Господь призывает его к себе за беспорочную жизнь. И вот однажды утром, когда мать зашла в его покои, она обнаружила своего бездыханного сына, лежащим на полу. Как только тело Евдокима положили в гроб, от него стало исходить благоухание и совершаться чудеса. Почти через два года мать святого отправилась поклониться его мащам. Она приказала снять надгробный камень, откопать землю и открыть гроб. Все присутствующие увидели свежее, нетронутое тлением лицо праведного Евдокима. А от тела его по-прежнему исходило великое благоухание. Со временем мощи святого перевезли в Константинополь и положили в серебряной раке в церкви Пресвятой Богородицы, построенной родителями праведного. Еще одна именинница – Юлия. Ангел-хранитель ее, мученица Иулита Кесарийская. В третьем веке, во время царствования императора Диоклетиана, жила Иулита. Жила она небогата, но в достатке. И вот один язычник отобрал все, что у нее было. От безысходности она обратилась в суд с жалобой. Со зла противник ее донес, что она христианка. Судья тут же предложил Иулите отречься от Христа и за это обещал восстановить справедливость и вернуть Деве имущество. Только святая решительно отказалась. Судья не стерпел такого поведения святой и приказал сжечь христианку. Так, пострадав за Христа, святая обрела мученический венец. А также своими молитвами с Днем Ангела мы поздравляем Германа, Дениса, Вениамина, Сергея, Юрия, Яна, Ивана, Максима, Владимира, Константина, Анну и Елизавету. Напоминаю, что самим имененникам следует посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин